тогда начинаем другие присоединятся что у нас сегодня 1 сентября 22 год ура снова в школу вчера слушал радио и тоже ведущий говорит поздравляю всех с наступающим днем знаний вот что завтра в школу а потом год я сам даже не верю в то что я поздравляю потому что в общем-то грустно что уходит лето вчера был последний лето вот а сегодня уже день знаний но в общем-то жизнь продолжается говорится американские горки вот не всегда бывает весело не всегда бывает хорошо но в общем-то да у кого есть детки в школу пошли внуки дети вот тому наверное не очень было весело вот но поэтому нас не так много начинается но ничего в общем-то потихонечку разберемся и так меня зовут олег тарасов я являюсь партнером skyward community 2017 года активно начала заниматься партнерской деятельностью в конце 19 начале двадцатого года вот и скажем так благодаря особенно моим сестричкам очень хорошо сейчас развивается латинская америка чему я несказанно рад вот но вообще мы зачем занимаемся продвижением инновационного транспорта вот анатолий эдуардович юницкий создал такую компанию низкий string technologies которая в переводе на русский взрыва называется струнные технологии вот она была зарегистрированная в минске в 2015 году аккредитована в качестве научной организации в настоящее время в национальной академии наук в беларуси государственном комитете по науке и технологиям республики беларусь занимается разработкой проектированием производством тестирования и эксплуатации транспорт инфраструктурных комплексов в эстакадном исполнении вот настоящее время анатолий эдуардович юницкий является основателем и председателем совета директоров генеральным конструктором а надежда косарева по совместительству его супруг является генеральным директором данной компании ну в настоящее время такой у нас имеется сайт теперь юисты это юнистский string технологии означает инком инкомпорейшн вот включает себя 600 инженеров и более два демонстрационных испытательных центра вы знаете один мариной горке другой в шарже находится три лабораторно-испытательных комплекса более 50 конструктор бюро зарегистрировано более 200 международных патентов и производственных площадей которые в основном находится в минске 4 ты более четырех тысяч метров далее философия транспорта мы уже с вами изучили но возможно будут новые люди слушать смотреть философия звучит так транспорт должен быть решением проблем они их источником и вы всегда знаете что города особенно последнее время строились именно для автомобиля не одни для людей поэтому конечно же вот такая картинка слева она хоть взятая из москвы но для очень многие города особенно где более миллионы и дальше 10 миллионов бывает 15 конечно вот так вот грешат такими неважно какая у вас машина запорожец жигули либо это ferrari все равно будет стоять так в пробке в общем-то всех дорога уравнивает поэтому случается очень много дтп по вине нервных неорганизованных водителей вот и анатолий дарыч предлагает вот такую вот систему как вы видите она существенно отличается от канатных дорог даже уже по рисунку потому что канатная дорога там как правило одинаковое расстояние между транспортом этот транспорт может быть либо сидячий либо в кабинках такие либо лавочки да как ездит вот они все одинаковые на одинаковом расстоянии и анатолий дарыч предложил вот такую схему то есть это разные пути вот есть провесные есть в жестком исполнении это разные электромобили которые движутся как над по дороге на подвесная дорога навесная вот и в общем то я говорю что чем еще это отличается что в будущем мы сможем приобретать любой электромобиль который нам захочется и в общем то путешествовать без водителя по всему миру и строить мы с вами будем уже в ближайшее десятилетие транснет то есть как подобие интернета транснет транспортное решение почему они так будут внедряться потому что данный транспорт является безопасным доступным адаптивным экологичным адаптивность это то слово которое говорит о том что в любое место вот сейчас мы находились когда в эмиратах там понятно что находится в шар допустим в дубае вот эти вот огромные здания высокие и метро расположена идет прямой линии вдоль побережья да вот но завернуть куда-то между небоскропами это уже не представляется возможным по тому как чистоколом выстроены эти здания на вторых это в общем-то довольно-таки сложно сделать ответвить и так далее в данном случае транспортное решение юска и технологии позволяет это сделать в любом скажем так проеме потому что ширина кабинка если находится два метра то в принципе вы можете спокойно проскочить любой проем между зданиями поэтому решение вот эта адаптивность она очень сильно привлекательны для таких городов где нет практически земли землеотвода но самое главное это инновационный струнный рельс основа технологии я это повторяю и сейчас мы в это включили алексей и я и рассказываем в чем отличается на самом деле это такой вот рельс если взять да но в нем вот это вот под номером 3 находится скажем так пучок предварительно напряженных стальных проволок ну то есть таких канатов до мини канатов которые получается неразрезная структура и уже вокруг нее строится вот этот вот сам рельс то есть головка рельса по которой движется колесо стальное колесо да дальше получается корпус рельса потом получается вот уплотнитель что уменьшает вот этот вот вибрацию вот ну и получается элемент крепления струны под таким образом я очень обращаю ваше внимание потому что я сам долго скажем так не мог включиться что и как и чего и вот на данном рисунке показано вот это действительно прямая линия и видите она практически как струна выглядит да несмотря на то что это рельс который вам сейчас показал на выглядит как струна струна на 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 фоне этих гор на фоне холмов на фоне нашего юнибуса вот и получается это для новичков очень важно понять и для тех людей которые это рассказывает может другим что в чем смысл что это запатентованная технология преднапряженных путевых структур то есть натяжение позволяет сократить стоимость строительства эксплуатации более чем на треть по сравнению с обычным монорельсом который многие знают в москве допустим я вил это сооружение очень громоздкая до большой из просто ну убивающие весь и всю улицу можно сказать потому что нависает бетонные просто такие вот мосты по всему ходу движения дальше два раза ниже железной дорогой в пять раз автомобильной дорогой сравнение чтобы было понятно я еще раз вам покажу те рисунки которые я делаю иногда с людьми которыми я встречаюсь допустим в кафе если взять полотно по которому движется транспорт виде салфетки да то есть это может быть любое полотно как правило нас она разрезное вот как я поэтому такие вот концы нам бросил да вот это может быть асфальтная либо это какая-то там железнодорожное полотно и так далее и вот получается чтобы это полотно более-менее выглядело ровно поэтому ставят вот либо такие вот значит нас и праздную делают либо вот такие вот опоры так как они время от времени как стаканы вот надламливаются где-то там уходит где-то грунт уходит и так далее поэтому и полотно вот такой вот она получается неровный и чтобы двигался транспорт соответственно все время вот посыпают его где-то меняют асфальтное полотно где-то менять железнодорожным полотном постоянно нас и постоянно рабочие ходят в оранжевых жилетах вот ну и таким образом даже ко мне когда сейчас брат приезжал с москвы вот он и говорит вот хвалят ваши дороги однако вот на этих стыках по когда едешь из москвы по трассе м1 да вот эти вот тык 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 вот это вот стыки все они чувствуются на если движешься на автомобиле поэтому как бы там ни было это полотно не является ровным идеальным и соответственно всякие выборы на так далее то есть постоянно идет какое-то действие что сделан то ли даже еще низкий то есть если мы в принципе убираем вот это вот эту опору среднюю до соответственно это салфетка которую я сейчас изображаю да она получается что к естественно про под весом автомобиля не вот она прогибается падает поэтому тут нужно либо вот это вместо этой салфетки вложить очень такое плотное скажем так балку которую как сама по себе очень тяжелый бывает вот антолий дадыч предложил пред напряженную систему вот она выглядит то есть вы берете ту же салфетку натягиваете ее вот я в стакан и закрепил да и получается тогда вот это вот салфетка которая не выдерживает конечно сама по себе без натяжения не выдержит никакой стакан даже скажем так и коробка там спичек она может тоже не не выдержит если к 35 положить вот то стакан она выдерживает за счет пред напряжения то есть за счет натяжения вот этой вот салфет вот она вот это вот запатентованная технология и вы можете тоже это легко объяснять то есть когда вы натягиваете это будет салфетка лезы либо это будет скажем так предмет ну нитка какая-то то сама по себе нитка она слабенькая но если натягиваешь она начинает выдержать а и представьте что если вы натягиваете вот эти вот стальные тросы то есть они выдерживают гораздо больше при меньшем матери материала уже материал емкость уменьшается выравнивание идет идеально потому что получает как струна и на этот и уже на натянутую струну одевается уже тот рельс который я вам показал вот эта технология если понятно поставьте пожалуйста мне восклицательные знаки вот мне будет понятно что вам понятно вот благодарю за знаки которых еще нет но жду жду от вас восклицательные знаки спасибо если одному человеку понятно уже мне приятно спасибо 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 за лайки спасибо за искать знаки значит виды пассажирского транспорта чем я вам говорил если кто-то раньше начале с про сравнивал юнический string technology с канатной дорогой то вот вам пример то есть на дару на одной дороге модного могут находиться различные виды транспорта от высокоскоростного юниф юнилю юни флэш он сейчас называется одно я брал сайта вот еще сейчас он переделан на юни флэш чтобы скажем так на английский вариант да вот и получается это 500 километров в час также юни винт есть это разработано специально для швейцарцев была такая разработка вот он вверху слева то есть двухместный такой легкой транспортный вот есть юни байк у нас есть юникар юнибус вот и берельцевый юнибус вот ну разные вообще их 25 уже наименований различных да то есть в принципе вы можете со временем будете приобрести как сейчас когда когда-то не было автомобилей все ездили на бужевых повозках то конечно автомобиль вызывал такое удивление если кто-то приезжал да так вот сейчас будет уже у людей вызывать через какой-то там 35 лет может быть и быстрее получится в каких-то странах более развитых да которые занимаются технологию это уже осваивают вот то возможно уже какой-то шейх и купит такой юни байк и уже будет с высоты птичьего полета наблюдать перемещаясь между дубаем и абу-даби либо шаджи и таком юни байке вот я не думаю что он будет стоить дорого но пока будет все ограничиваться именно теми дорогами которые есть для бизнеса очень тоже развиты различные юнитрак есть у нас берельцевый юнитрак юнитранс но вот юникон это вообще новинка который даже еще не было записано сразу в белой книге белой бумаги вот и в 2017 году именно бизнес большой бизнес подвиг анатолий едуардович юнитского придумать вот этот вот юниконт называется юконт последние трактовки это транспорт который будет перевозить контейнеры контейнерные грузоперевозки и чуть мы ниже скажем вот чуть ниже скажу еще раз что именно сейчас строится шаджи именно вот такая трасса которая будет показывать как это будет все двигаться и передвигаться вот ну еще раз скажу у нас есть несколько дорог которые сюда помимо различных видов транспорт у нас еще разные дороги это такая вот скажем так гибкая неразвестная путевая структура здесь между опорами может расстояние быть до пяти километров то есть это опять таки не расстояние между кабинками которые двигаются а между опорами то есть если такой какой-то водная преграда река либо какой-то там горный массив то можно просто до пяти километров протянуть вот такой вот струну да естественно будет провисать под собственным весом но это выдерживает все равно или и саму струну эту потому что она более легкая нежели вот это вот ферма жесткая да и в то же время для таких как юни винт для юни байка это достаточно мы ездили на таком многие кто присутствует на вебинаре в марина горки на такой ездили действительно ощущение очень здоровское и приносит нам поднимаешься очень высоко и потом спускаешься в общем замечательное движение кто ездил тот не уже не забудет никогда есть полу жесткая неразвязная структура здесь тоже скорость движения до 150 километров в час вот и самая скажем скоростная это до 500 километров в час даже сейчас разрабатывается транспорт который будет двигаться скоростью 600 в час это уже жестко неразрезная путевая структура когда вот это получается здесь можно и над верхом двигаться транспортом до и снизу может быть двигаться трасс по поэтому по поверку допустим как рисовали движется со скоростью 500 километров в час но если кому-то надо вернуться или туда либо проехать не там 50 100 километров вперед назад тогда уже будут под низом бегаться допустим тот же юнибус который будет довозить людей до нужной точки потому что естественно что 500 км в час вы понимаете что можно не будет же он каждую минуту останавливаться потому что тут это будет уже скоростной вид транспорта между международный междугородный вот и так далее от уже до точки будет уже двигаться уже на другом виде транспорта который движется скорость 150 км в час сейчас действительно получены все сертификации потому что действительно почему сейчас очень активизировался большой бизнес сейчас очень идет перезагрузка обучающей платформы поэтому те люди которые даже сейчас пришли они уже получают эти будут получать те знания которые действительно основаны не на каких-то картинках и так далее а уже основаны на скажем так на двух вот этих вот испытательных полигонах и как вот юницкий держит это действительно самое главное что двадцать первом году юницкий string technology получил сертификат вот этот туф с в стандарт изейшн certifications то есть получил сертификат на то что данная технология является безопасной то есть она относится как предварительно напряженной струны транспортной стакаде пассажирскому юподу то есть это к транспорту до канкерным опором промежуточным опором пассажирским станциям станции технического наслуживания системам автоматизма автоматического управления то есть эти работы позвали позволили определить оптимальные параметры транспорта инфраструктурных решений у sky и структурных элементов для дальнейшей коммерческой реализации начаты двадцать первом году 2021 году то есть вот этот сертификат теперь позволяет говорить о том понимаете это первый это как в космос полетел гагарин когда-то то есть вот этот сертификат для данной технологии был получен и еще очень много других было сертификат сертификатов получено но именно вот этот вот был первый сертификат который говорит о том что данная технология безопасна и может быть применена коммерческих целях ну вышла такая статья на круги своя почему в мире будет нарастать значение общественного транспорта она большая я немножко сократил вам расскажу сейчас кому будет интересно можно посчитать у нас есть скажем так разные сайты вот которые относятся это и sky транспорт и я вам говорю уже юст заходи сюда смотрите ну и конечно же в нашем кабинете тоже будет статья и так в конце восьмидесятых годов сша даже бытовало мнение что общественный транспорт предназначен для бедных и мало мобильных слоев населения действительно это в принципе считается так что если человека нет машины он в общем-то до считается не совсем состоятельным и так далее те люди особенно которые ездят трамваях троллейбусах ну в общем туда считается что это люди которые не могут себе позволить транспорт купить и не настолько мобильно но действительно крупные города в общем-то начинается вот это вот измучены ежедневными пробками нехватка метр мест для парковки и сейчас допустим и в центр города на метро вот мы живем возле метро едет меня жена 12 минут там ей надо на работу да если использовать транспорт даже когда нету пробок это минимум полчаса то есть вот такие вот скажем так вот эти светофоры все равно переходы нажимают и так далее все но если же пробки в общем-то ну и самое главное что если не припарковаться то это вообще катастрофа вот поэтому по всему миру люди приходят таком выводу что количество автомобилей необходимо сокращать да ну вот разобрали там несколько стран ну вот мне понравился вот сингапур мне удивил немножко да значит в сингапуре ограничивают число авто и делают это таким образом что нужно победить в аукционе чтобы получить право на припределе на получение приобретения личного транспорта то есть это где-то уже о новых то есть представлять аукцион проводится только кто больше даст деньги да вот значит с 18 по 20 год там действовал запрет на регистрацию новых автомобилей представляете а в двадцать пятом году власть сингапура намерен запретить регистрацию бензиновых и дизельных индивидуальных транспортов на то есть получается все выходят на электромобиле но опять-таки я говорю что проблема остается то есть помимо пробок конечно экологические проблемы и так далее вот подобное решение мы приняли в японии реализовывать его бы собирается к тридцать пятому году вот а цель добиться и нулевого выброса к 2050 году но в общем то планы планами в общем но конечно же все равно тенденция наблюдается дальше в европе пусть ситуация дорогами получше но точные там скажем так ограничения но допустим написано про рим что там тоже платный въезд существует в центр рима да вот потом получается в греции тоже в доступ в центре афин придумали что почетным дням для машин имеющим четные номера по нечетным нечетные номера и так далее вот великобритании 2003 года тоже введен платный въезд в центр лондона в общем везде ограничения потому что как вы видите улочки где-то узенький это не как у нас вот в минске допустим широченные улицы вот но опять-таки не исключает пробки вот у нас сегодня была авария там даже фотографию вам покажу действительно мы вышли сына в школу и оказалось что просто наша вся притыцка одна в общем-то сторона стоит полностью ну как оказалось дать сит навария ну вот смотрите в москве допустим тоже вот я нашел картинку пробки в москве 10 баллов понятно что вы помните мой я вам рассказывал что это бывает там всего там восемь дней в году но факт то что стоит все там транспортные кольца вот действительно вот эти красные то сит на везде все запрещено въезд запрещен москва там постоит вся москва стоит пробки москве 10 баллов а еще рабочий день даже не закончился ну вот то есть понимаете о чем речь в россии их проблеме подошли не менее серьезно недавно там утвердили транспортную стратегию до 2030 года предусматривается низко опять-таки углеродная транспортная трансформация в отрасли увеличение долей поездок на общественном транспорте крупнейших агломерациях на 15 процентов опять-таки экологичность городской среды планируется повышение движения по существующие рельсы в инфраструктуре до обновление подвижного состава интеграция различных видов транспорта в транспортно-пересадочные узлы запуск новых водных маршрутов развитие авиасообщений между регионами авторы стратегии утверждают 61 процент загрязняющих веществ имитируемых транспортом находится именно на а приходится именно на автотранспорт это не только двигатели внутреннего сгорания но это также движение резины по асфальту тоже зато истирание так далее это запах тормоза и так далее вот вот такие вот дела значит в некоторых странах я так думаю что их будет это количество увеличивается с каждым разом рост количество автомобилей неизбежен а принятые меры имеют временный эффект поэтому новые решения в области эстакадного именно транспорта с недавних пор стали разрабатывать в китае сша японии великобритании франции но транспорт многих компаний развивает невысокую скорость 45 50 км в час не способны решить упомянутые проблемы при этом значительной части производит производитель продукт еще даже не реализован да мы знаем там есть шанхай скоростная дорога есть японии скоростные поезда но это больше между ну там междугородние такие да вот там соединяющий аэропорт центром города либо между городами вот а именно общественного транспорта такого скоростного нету ну вот это вот мы там несколько примеров разбирали уже с вами вот и в германии есть такая да дорога до выправили там и даже ольга моя сестра там была и показывал алексей тогда помню рассказывал вот оля нам специально выслал этот репортаж свой вот но такая дорога меня удивил такой вот репортаж то есть должно было создаваться такое летучие метро совсем скоро назывался статья совсем скоро появится отправиться в первый рейс я помню что это было красногорска москва красногорск у меня красногорске есть мои друзья знакомые живут там вот и вот и что-то я не увидел этого и не и тут вдруг вот эта мне статья попадается и смотрите для испытательных для испытаний сначала откроется отрезок пути длиной около километра с депо начальной станции под рабочим названием и в гладкино после пробных запусков участок станет частью основного маршрута но практически как у юницкого значит здесь уже смонтированы 38 опоры 35 путевых баллов значит 38 опор расстояние менее километра то есть я посчитал это минимальное расстояние между форме 26 метров да то есть планировалось так и смотрите статья в life journal 14 апреля 2016 года что вы думаете я загуглил опять это life journal нашел в поисковике в общем статья выскакивает только вот это вот шестнадцатом годом пятнадцатом шестнадцатом годами да но взяла их журнал когда опять загуглил летучие метро все только опять такими опять-таки выключилась за статья то есть это была статья вот это к тому что я говорю о том что как юницкий дорого долго строит все никак не построит вот просто вот было да и нету растворилась просто вот куда что куда ушли миллионы куда ушли вот эти вот разработки непонятно да то есть поэтому есть чем сравнивать я уже не говорю про метро который у нас тоже в минске строилась третья ветка да тоже обещали сначала два года потом пять лет потом все ну вот спустя семь лет открыли насколько мне помнится семь лет строили вот эти четыре станции сейчас конечно вроде бы планируют еще открывать 2 потом еще две но факт то что смотрите никто не строит за год за два или там я не знаю еще меньше поэтому низкие вот он только в двадцать первом году получился сертификацию понимаете насколько это все очень тяжело пробивать вообще вот это тем более то что вообще новое и не ранее не делалось никем поэтому респект анатолию эдуардовичу и здоровье ему на долгие года значит а юнистских технологий представила уже располагает готовым комплексным продуктом да то есть беспилотная юни мобили на стальных колесах объясняя это очень важно стальной рельс и стальное колесо да поэтому получается нет никаких вот этих вот излишних вредных газов которые выделяются при движении допустим шина автомобиля по асфальту и так далее значит скорость развивается до 150 центров в час вот это вот смарины горки реальная картинка да вот ну и соответственно не грозят дтп и пробку ну вот эта машина сегодня перенос вот у нас мы шли с сыном в школу сегодня и вот видите тоже женщина была за рулем это на онлайнере кто в беларуси может почитать да вот случилось такое дтп и вот мы уже пришли слава богу осталась жива но она вылазила вот прямо из этого окна там скоро уже стояла все слава богу все живы вот но наверно мамочка вы тоже торопилась вот так вот детятки в школу или школы забирать не знаю в общем вот такие вот дела поэтому вот такой вот неприятный инцидент сегодня 1 сентября у нас тут минске возле нас мы живем где мы живем вот ну такие вот такие вот дела так что дай бог здоровья чтобы все в общем то было хорошо с этой женщиной но немножко вам скажу о том что действительно вот вышла статья электрические небесные капсулы шаржи для перевозки морских контейнеров о чем его выше говорил да и повышение экологичности арабских эмиратов считает ожидается что система юконт разработана компанией sky транспорт научно-исследовательном технологическом инновационном парке шаржи будет запущена в качестве испытательного полигона где кабрю декабрю уважаемые мои слушатели 22 года то есть уже в общем то осталось тут немножко нам подождать да пассажирские капсулы эксплуатируются в центре тестирования сертификации и и sky test стоимостью 14 миллионов долларов за километр и вот этот рисунок отсюда да именно вот пока ну там статья еще написано продолжение большое но опять таки я немножко сократил вот и скажу вам суть значит после ввода эксплуатацию посетители смогут увидеть как транспортные контейнеры перемещается со скоростью 120 метров в час то есть вот этот контейнер который внизу он уже представлен как будто вот он выходит потому что это может быть началом коммерческого проекта сейчас строится 2 и 4 десятых километра два с половиной километра это чтобы разогнать вот именно юкон до этой скоростью 120 километров продемонстрировать это и при скажем так успешном испытании эта трасса может продлиться на 100 километров как я вам говорил до порта корфахам и в общем то вот когда это выделялась эта территория вот верхняя вы битью нашу построены анкерные опоры которые удерживают вот эти вот тросы все до вот и помимо промежуточных вот и получается значит тогда еще шейх шаржа так и сказал что я мечтаю увидеть как контейнеры летят со скоростью пули то есть представляете такая масса 50 тонн лети со скоростью 120 километров в час при том не одна там где-то там как фуры да там где-то на дороге они будут могут перемещаться со скотом там между собой там с минимальным в общем то как поезд так двигаться но с такой скоростью 120 товарняк представить со скоростью 20 в час вот такие вот вещи теперь когда контейнерные тэме терминалы это вот нарисована до совершены мы подтягиваем струнные рельсы что является довольно большой работой сказал олег зарец коллег зарецкий вы все знаете это исполнительный директор юска и транспорт который сейчас находится офис находится в дубае вот первый контейнер будет отправлен в декабре либо начале января на этой линии будут установлены пассажирские капсулы также а также контейнерные капсулы которые можно перемещать по 2 и 4 километра километровой аллеи колеи значит вот сам анатолий эдуардович юницкий вы знаете он уехал еще в апреле туда да вот и вот он тоже проводил это совещание который вот было важно вот они разбирали это как мы уже с вами разбирали как правильно вот эти вот видите вот пучки вот они скажем так вот этих струн да вот на к на определенном на коротком участке просто смотри как улучшить как не запутать смотреть это было действительно очень интересно наблюдать и потому что анатолий за вот это время этого совещания придумал очень много ноу-хау как вот эти вот сделать действительно протянуть вот этот раз представьте что она впервые делается впервые и сразу делается в шарже да поэтому конечно же все это было продумано еще здесь мариной горки у нас минске потому что здесь именно к находится конструкторское бюро но анатолий эдуардович явился там туда сам чтобы действительно лично руководить этим процессом ну вот его сын красных подтяжках это и денис юницкий чтобы вы понимали что смена только супруга поддерживает сейчас подальше но и сын его непосредственно находится в шарже постоянно вот поэтому вот это вот трасса номер четыре вот и вот это уже на у скажем так вот это уже размотанные вот и вот уже эти струны да скажем так вот эти вот чтобы вы понимали там было на коротком участке здесь вот уже как это важно и последние новости ну вот смотрите видите рельсы монтируют на трассе номер четыре длиной 2,4 километра который предназначен для испытаний грузового юниконта масса до 60 тонн общей массы да и пассажирскую небеса повышенной вместимости вы знаете что здесь тоже будет находиться сразу не только грузовой ну и пассажирский транспорт который будет уже представлен для больших скажем так пассажир за пассажирского потока будет поэтому тоже запрос такой есть у скажем так у властей арабских эмиратов ну и давайте тут вот сейчас поаплодируем потому что вот видите там лежало все на земле вот это вот раз вот это вот трасса виде арок этот раз номер два да она называется мы называем санта-барбара да а вот эта трасса далее здесь расстояние между опорами двести восемьдесят восемь метров да и вот уже пожалуйста натяжение струн на тяжелой трассе номер четыре близится к завершению давайте здесь мы поставим десяточки с вами да вот потому что вот уже как красиво все это введено далее восклицательные знаки вот как красиво здесь уже все натянута вот сейчас представляете вот уже вот она трасса и вот она уже совсем по-другому выглядит потом сюда это будет уже представлен как уже будет рельс ну вот сами струны видите как они красивый выглядеть эта как музыкальный инструмент я бы так сказал спасибо за ваши десяточки мне тоже вот эта фотография очень впечатлило потому что одно дело когда она просто валяется там проволока на земле дона песке и другое дело как она красиво натянута и просто я например тоже впервые вижу что действительно тут как будто музыкальный инструмент потому что струны между собой не пересекаются действительно выстроены просто в математической с математической точностью видите и в общем то но по мне так действительно как у какой-то действительно вот как я вам и говорил определенные прямо вибрация чувствуется там с определенными конкретно не как афония звучит а действительно симфония вот этих вот струн поэтому очень здорово так что видите мечта моя как говорится приехать туда семьей уже вместе с детьми и именно попасть вот на вот это вот на в шарже уже действительно и быть тоже участником вот этого вот прокатиться вот на такой уже большой трассе потому что мы катались с вами ну кто был победители на 800 метров это было интересно очень быстро просто незаметно потому что очень все плавно и легко движется а здесь уже будет два с половиной километра конечно здесь уже будет и скорость будет другая и вдруг будет захватывать совсем по-другому поэтому не желая тем кто сегодня присутствует у нас обязательно тоже там побывать вот так что всех приглашаю и надеюсь что руководство и тем более нам когда мы были вот мариной горки недавно да тоже пообещала что возможно будет у нас тоже там сбор вот всех инициативных людей всех лидеров которые в общем то сейчас активно участвуют в развитии дан компании и данного проекта вот ну вот олег зарецкий слева в очках да вот он тоже был вы знаете что постоянно он принимает различные делегации особенно вот эти делегации которые когда было экспо 2020 постоянно он главным действующим лицом там был да и вот в очередной раз его пригласили на дубайская значит радио называется ток сто и три десятых fm да вот и он там рассказывал если небольшой скажем так интервью 12 минут она длится если кто хочет можно зайти к нам в кабинет нажать там на ю тубе посмотреть вот ну в целом он так стал что в общем то опять таки о чем мы с вами говорили что данные комплекса юэст имеет низкую материала емкость это делают два раза в просите в два раза их в разы доступнее по сравнению с другими транспортными системами например дубайский метро значит кто впервые слушает либо не слушал про дубайское метро я напомню что километр дубайского метро обошелся арабским эмиратом сейчас дубаю 150 миллионов долларов за один километр 150 миллионов долларов за километр юницкий среди технологии предлагает самое дорогого час это получается 15 миллионов долларов за километр это при том что скорость может быть и 500 километров в час представляете 150 миллионов долларов и 15 миллионов 10 раз дешевле то есть в разы действительно там дальше при организации транспортного коридора вот о чем мы говорили что адаптивность не нужно выкупать землю не нужно вырубать леса допустим да там пора рубать какие-то тоннели и так далее транспорт юст и передвигается над землей олег за резкий рассказал о том что есть разработала более 25 моделей подвижного состава пассажирского и грузового транспорта во время экспо 2020 центр испытания посетили представляете не 100 как мы думали с вами а более 300 делегаций заинтересованных лиц 300 то есть практически каждый день вот за этот год там были люди и при том люди понимаете не скажем так птицы высокого полета потому что были и короли и премьер-министры и мэры и люди которые действительно вот занимаются строительством очень серьезных объектов дорог различных стран и так далее поэтому это действительно очень и очень здорово на данный момент она разработкой комплексов работают более 600 инженеров которые ну в основном они представлены здесь белоруссии которые готовы предложить транспорт решение соответствии с требованием заказчиков ну и завершилась подарком вот этой вот книги но я еще хочу вам сказать что действительно вот я слушаю интервью зарезки так же сказал что говорит ногу но почему вот это хорошо это хорошо потому что люди очень вот они что увидят что знают вот они это трогают много как только сейчас вот мы запустим юконт мы запустим пассажирский транспорт когда уже проедут посмотрит действительно будет просто взрыв эмоции будет двигаться тем более он сказал так что передвижением допустим представляете вот там три с половиной тысячи километров допустим до африки вот там спросили или как-то там за резкий пример вот сколько туда вот такой контейнер достать он будет будет стоить им менее 1000 долларов то есть три с половиной тысячи километров туда залетит он в общем-то довольно таки быстро там до 120 километров до если будет двигаться и это будет стоить менее 1000 долларов то есть это очень колоссальный как и вы выигрыш во времени выигрыш в цене и так далее вот в общем-то эти были удивлены интервьюеры вот и поэтому ну можете посмотреть интересное интервью как всегда уже менее эмоционально как я бы сказал так потому что сейчас я знаю что очень много скажем так ведется работы которые не нужно уже там нельзя говорить лишнего да поэтому уже олег зарезки очень так спокойно как я его знаю вот эмоционально он всегда так тоже любит все высказывать но я думаю что просто уже за боялся может быть лишнего не сказать потому что работы уже ведутся я сам лично знаю что несколько проектов уже как которые активно тоже мы с вами обсуждали абу-даби вот и другие страны вот но в общем то он да 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 будет строиться и надеюсь что в шар же допустим будет построен потому что мы с вами видели даже уже когда мы здесь были в минске уже был представлен ее мобиль на 25 человек до пассажиров и когда я спросил а чего там такой-то формы то нам директора именно вот производства так и сказал это заказ представители шар же именно такой вот дизайн поэтому конечно же уже кто в теме тот знает что в работа ведутся очень серьезно и на очень высоком уровне поэтому на радио надо было сказать только то что то есть все мы готовы и ждем новых заказчиков вот но еще было сразу одно радио называется дубай ай да вот где вот тут вот женщине в ее наверно больше интересовала безопасность да то есть вот значит сегодня также рассказал что исключает столкновение с автомобильным железнодорожным транспортом там наезд на пешеходов и так далее отсутствует человеческий фактор сегодня вот женщина видите там поторопилась и вот она была виновницей и еще и перевернулся ее машина да вот то так как транспорт наш беспилотный сказал олег завецкий в центре испытания вот получена международная сертификация который я вам показал да что вот и подтверждена безопасность транспортно-инфраструктурного комплекса вот тоже олег зарецкий выступил на двух радио в дубае ну вип делегация была из либерии вот это опять таки экспо закончилась а делегации не прекращаются да ну там стандартный набор что прокатили показали пока посмотрели посмотрели линейный город посмотрели юни флэш ну на скажем так прокатились и получили книгу в подарок в общем-то делегации ну видите но тут здесь скажем так представитель такие vip и делегаты из либерии во главе с миссис александра зои пристали совета директоров лтс и мобиль и вот так что люди все важные приезжают смотрят и все я говорю если с точки зрения бизнеса конечно же когда мы говорим о том что юникон переводит одну тонну на 100 километров за 1 доллар то это никакая не сравнится другая экономия понимаете зачем строить то что строит в десятки раз дороже потом требует постоянно какого-то ремонта забора земли и так далее если здесь показывается что здесь опоры могут быть на расстоянии там от 50 до 55 километров между собой то есть землеотвод минимальный что это 15 миллионов и за километр при том что это уже со всей инфраструктуры и со станциями и с электромобильными и так далее да и со скоростью может быть до 500 километров в час поэтому здесь те люди которые сейчас сомневается я думаю это просто не разобрались еще ну скажем так те слушатели которые думают инвестировать не инвестировать здесь уже надо просто очень быстро стараться это делать и как можно быстрее привлечь сюда людей стать в общем-то лидером потому что нас очень много сейчас интересных поездок и бесит на это бизнес сообщества который я вот уже чувствую что я даже уже понимаю что меня мои сестры обогнали на голову да и вот я сейчас активно думаю как скажем так понятно что есть какие-то семейные дела но активно думаю вот они сейчас находятся в турции да потом собираются в киргизию туда на остров и сэк-кольдзи тем более сейчас там были пример места собираются их тоже место туда и в общем-то собирается skyward комьюнити поэтому друзья мои не не спите вот и вот сейчас очень здоровское время наступило когда действительно нам нужны вот эти 300 спартанцев которые в общем-то пойдут уже по всему миру и будем строить транснет по всему миру поэтому нужны профессионалы и нужны люди которые действительно с чистым сердцем из чистой совестью да вот мы даем миру очень большую технологию который сито может быть перевернуть скажем так действительно этот мир в лучшую сторону то есть перевесить вот поэтому очень здорово ская этим очень горжусь ну вот еще один транспорт доставлен был видите тоже вот у нас там вы помните в июне флэш стоит там да потом находится юконт который сейчас тоже вот там был пристану пристали синенькие помните где написано там тысячу один доллар за на 100 километров на на одну тонну вот терапический юкар вот и и 443101 и вот доставили вот этот вот тоже юкар который будет теперь тоже там находиться и вот в этом прекрасном здании вот его туда доставляли ведь доставляли и в результате вот получилось что он сейчас там будет выставлен тоже чтобы люди но я может быть он даже будет двигаться потому что сказали чтобы тоже чтобы люди ездили на нем в общем-то доставлю его тоже из минска туда в шаржу ну вот о чем я говорю что финал первого этапа был завершён до в турции есть видео тоже такой ролик вот где значит там семь дней 25 партнеров которые выиграли вот видите тут кыргызстан доминиканская республика вот меня на воле спросить потому что воля является сейчас лидером именно в доминиканской республике она сама туда поехала как туристы и все сделать такую работу провела огромную поэтому на очень высоком уровне у нее там есть партнеры и которые видите даже выиграли тоже вместе с ней соревнования испании это моя сестричка тоже наташа да вот аня там россия словакия эстония и ирланды посетили знаковые места стамбула обменяли собственным опытом и участвовали в деловой части программы значит вот оля моя ее франтишек поздравляет да почему значит они просто там отдыхали да вот как я говорю это очень здорово вот это сообщество которое сейчас формируется я например когда слушал алексей суходоева который о том что будет люди будут стремиться туда попасть в это сообщество и я думаю что ну говорит говорит но сейчас такие поездки интересные не просто вот как мы вот побывали сейчас алексеев на умовичем мариной горке это вы понимаете вот и первый раз видишь человека здорово знакомишься потом смотришь как он растет потом какая его программа какая его допустим программа какая у него команда вместе с ним приезжает вот и воля вот когда пришла она сначала так вот да 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 могу могу а теперь в ситам вот вышла на такой уровень когда сит на ее принимают ее любят и вот смотрите сейчас они записали свои курсы то есть франтишек solar алексей суходоев амбассадор в доминиканской республике ведь уже амбассадор ольга вероника серохвостова лидер аня дорож который когда-то мы с лёши тоже обучали их вот они она сидела и думала боже мой куда я попала я же не инженер я ничего не пойму что давай теперь она уже тоже лидер вот значит латинской америки куратор киргизии там по тела исмаилу но эту женщину мы все знаем да и партнер сергизии салима батарканова королева холодных контактов называют ее коллеги в общем то записали свои уже курсы обо чем я и просил олю потому что оливает то что подходит для россии допустим для русскоязычного населения совсем не подходит для латинской америки и вот мы с ней говорили 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 его сейчас свершилось то есть они помимо того что отдыхали там записали вот это лидерские курсы поэтому это очень поможет для людей которые будут развивать бизнес в латинской америки там мексике бразилии так далее в общем я говорю что очень здорово очень здорово вот это вот работа провелась там вот ну и вот алексей суходов тоже взял кадры из из скажем так тоже из этого фильма потому что много там разных скажем так у них и приключение только они ездят и смотрят достопримечательности они готовят они общаются они вот его сейчас это как раз на кухне что-то готовили там турецкая да и вот алексей говорит что весь наш фокус в этом году направлен на трансформацию нашего мирового интернационального сообщества в рамках этой стратегии мы запустили платформу адаптации обучения развили структуру skyward комьюнити по логике и компаний как тойота apple google скором внедрением внедрим решение по новым форматом взаимодействия с партнерами инвесторами ведь наше сообщество это живой организм мы хотим слышать все ваши предложения по улучшению быть рядом когда требуется помощь сегодня мы как сообщество единомышленников сами создаем историю в области экологических технологических решений проблем общества прокомментировал алексей суходой я хочу тоже поблагодарить его от вашего имени потому что действительно были сложные времена были скажем так какие-то недопонимания но алексей всегда выслушивал всегда двигался его сейчас понимаете очень приятно что мы говорили о том что ольга должна стать амбассадором допустим в латинской америки в частности доминикане это свершилось написал свою программу наталья тоже у меня в испании которая начала скажем так работать латинской америкой тоже достигла огромных результатов тоже на сейчас находилась там и аня дорож тоже к стала тренером уже сертифицированным то есть это те партнеры которые пришли только в двадцатом году представляете двадцатом году и они обогнали меня который пришел в семнадцатом году поэтому горд за них и горжусь тем что мы с лёшей в общем-то алексеем на умывающем дали такой правильный пинок в правильном направлении и девчонки теперь бегут и теперь мы уже за ними не успеваем поэтому надо пересмотреть свои отношения но сейчас тоже вот к ума моя подключилась вот елена и она приехала из америки и ей когда-то я ее рассказывал про наташу про олю про аню вот а теперь она тоже захотела быть и вот сейчас тоже активно себя проявляет поэтому я тоже думаю что мы тоже с алексеем поможем ей ее партнером тоже развить такую же скорость вот и самим тоже не отставать ну напоминаю тем опять-таки людям что действительно сейчас самое время когда уже все строится когда вышла компания на коммерческую основу поэтому не забывайте о том что есть различные инвестиции есть единовременные вот здесь есть допустим в рассрочку видите всего скажем так от 50 долларов в месяц на 5 месяцев да правда доли всего 5250 доли не вот ну как называется не акции по английски это stocks это шерст до сток будет после выхода на биржу но факт то что все равно компания если выходит на прибыль вы как инвестор будет все равно получать скажем так уже даже если компания еще пока не вышла на биржу но уже можно будет получать определенную прибыль вот поэтому обратите внимание на рассрочка не тоже есть кабинете в разделе инвестиций также есть спецпредложения особенно подарки детям сегодня 1 сентября не забывайте про своих деток про своих внуков вот ведь есть малыш самое интересное что тут уже нету рассрочек на 12 месяцев на там на 6 месяцев вот только есть на 5 месяцев а для дед для деток вот этот студент и малыш есть рассрочка на 9 месяцев поэтому тоже вы можете оформить своему ребенку несовершеннолетнему либо своему там внуку внучки вот это будет подарок совершеннолетию к я думаю что это будет просто как находка как когда-то как третий партнер apple забыл его да ну в общем то помните я просто раз рассказывал да что забрал свой 800 долларов чтобы это было там несколько миллиардов да ну так вот может быть вы к тоже можете сделать такой подарок подумайте тоже про такие инвестиции вот ну кроме того можно удвоить если вы и сами инвестировали и при этом вы пригласили допустим первого партнера тогда будет плюс 5 процентов вашему дисконту если 2 плюс 10 процент плюс 10 процентов вашему дисконту есть это вырастает дискон до 40 либо 45 либо 50 либо даже 4 раз . 55 можно за те же деньги взять такую вот разную рассрочку ну и правило говорю о том что вот продолжается уже чемпионс челлендж этого час был турция первый этап выиграли второй этап это уже ольга организовала в доминикане да то есть это получается карибские острова вот надо набрать 150 баллов вот у меня уже 144 балла вот да ну еще 13 дней поэтому и подписать 5 человек да у вас будет большой шанс попасть именно вот туда не просто скажем так на карибы отдохнуть на белом песочке но также обучиться посмотреть и возможно сделать какие-то выводы потому что не просто туда скажем так едет компания в общем-то везет туда лидеров на вот эти вот карибские острова поэтому более большой респект что она скажем так такую работу проделала и действительно компания вот и везет туда сейчас это будет в конце октября поэтому еще и кто не включился и либо включился но не активничает поэтому активничайте вот такие вот у меня такая буквам мотивация потому что карибах и на карибах снималась на пираты карибского моря тоже очень интересно да так что на этом заканчиваю вот такой прекрасный кадр нашего юнибуса с новыми знаниями к новым вершинам вот спасибо за внимание аплодисменты да алексей включите микрофон да 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 как всегда интересом слышал твою лекцию вот напомнил ты нам то есть азы немножко начали напомнил про новости вот очень приятно смотреть вот мы давно не слышали новостей от зарецкого именно вот радио эфиры нас тогда был очень такой звездный эфир зимой мы его несколько раз прислушивали вот ну и вот прям радует что информационный фон продолжается вот что есть ну такие вот партнеры активные вот которые все это двигают вот но и видишь тоже высказали предположение что в шарже все-таки но надеются что именно там будет первый проект ну как бы нам может быть оно и логично то есть где центр продаж вот там как бы наверное и должна быть какая-то первая трасса а вот так тогда и должно быть потому что это будет не просто будет уже на скажем так показывать демонстрационные трассы нужно будет показывать что вот пожалуйста в шарже уже движется да там допустим все я думаю что к этому идет вот хотя игру может быть кто-то постарается и быстрее спасибо вам большое за ваши комментарии ребят и девчат вот очень здорово потому что я говорю было то конечно вот это вот так а могли и минск застроить могли да но ничего я думаю что у нас всегда так нет пророка в своем отечестве до потом все скажем так говорят что возвращается вот у меня уже открылась открылась второе дыхание вот и как я думаю что несмотря на вот эти все скажем так предшкольную суету беготню вот я тоже сегодня буквально сел думаю боже с чего начать как что ну вот как-то посмотрел новости олег зарецкий опять-таки с радио да вот новости такие натянули струны как это все красиво как это все гармонично вот как это все здорово тем более вот эти ощущения до на маленьких даже что мы ездили в мариной горке либо в эмиратах но я представляю это вот если чуть-чуть поедешь ловишь кайф то если это будет уже трасса большая но это очень здорово поэтому эти новые вершины они уже не за горами а те люди которые в авангарде они уже смогут ощутить ощутить да даже в ближайшие полгода я думаю обязательно прокатиться на вот этих вот новых скажем так юконтах и ну не юконтах а пассажирских да юнимобилях да так что будет очень здорово ну в общем то как как говорится вода камень точит и мы действительно очень и очень здорово все что мы с вами это все ощущаем и знаем что каждый раз приходите вы практически одни и те же люди вот и поэтому ну передавайте своим знакомым своим людям которые рядом с вами что действительно уже не стоит бояться в общем то вот этот вот уже венчурный проект он уже превратился скажем так в коммерческий проект и сейчас те люди которые даже сейчас зайдут еще могут взять очень хороший дисконт и при этом ну скажем так уже не рисковать как вот когда-то люди рисковали там 14 15 годах да алексей вот ты у нас самый один из первых вошел в практически во вторую сотню инвесторов да вот поэтому молодец вот с тебя началось и в общем то с хорошими мыслями с хорошими целями вот ну и конечно же анатолию дарда еще тоже огромное спасибо что несмотря на все перипетии на все вот эти вот обвинения на все фейки на все скажем так все пережил и продолжает тихо спокойно идти к своей цели молодец да 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 всем спасибо пока ты как-то обмолвился ну так просто мысль прокатиться на юконте вот но иконт у нас грузовой контейнер да так вот я сразу вспомнил что и можешь в этом контейнеры приделать окно это целое как получается как квартира на дом на колесах так что вполне помнишь а помнишь была идея что иконт убирают контейнер и ставит целый вот дом на колесах я да 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 контейнером большой то есть можешь проделать там окна там двери должен создаваться что же такое да так что все очень здорово так что оговорился не зря да может будем кататься тоже рейду на иконтах или может ухал далее все может быть все еще раз всех с днем знания да вот так что детки наши тоже уже вернулись со школы отдыхают вот ну в общем-то да новые знания новые вершины новые на через тех звездам вперед ребят до новых встреч спасибо всем за внимание участие до следующего карга пока пока